Какие продукты подорожают весной, рассказали сегодня эксперты в области российской торговли. В марте цены на иностранные товары могут повыситься до 35%. Производители и дистрибьюторы ссылаются на слабый по отношению к доллару рубль. И тот самый секретный ингредиент дороговизны. Какой и стоит ли бежать в магазин, чтобы запастись чем-то впрок? Давайте разбираться. Вот что тут у нас в корзине. Шоколад, какао-бобы – основной ингредиент. В России они не растут, поэтому прежде всего придется раскошелиться любителям шоколада. Ну или найти ему альтернативу, покупая отечественные конфеты. Или, допустим, свежие кондитерские изделия нашего, ярославского производства. Благо, выбор сегодня есть. К сожалению, под шумок, помимо видов товаров, которые зависят от импортного сырья, добавляют к ним, повышают потихоньку цены. И на другие виды продукции. И здесь в свое время прокуратура пыталась это контролировать. И это правильно. Удивительно, но и товары «Made in Russia» с приходом весны тоже дорожают. За последнее время вообще очень сильно выросло в цене мясо. Особенно говядина и мясные изделия. А палку, например, хорошего сервелата продают и вовсе по цене крыла от самолета. Почему так? Так, эксперты говорят, тут все дело в кормах. Их импорта заместить полностью пока не получается. И все же, сказать, что после повышения цен производитель окажется все в том же шоколаде, нельзя. Скорее наоборот. Ведь мы с вами, покупатели, голосуем прежде всего ногами. Идем в магазин по карману. Я думаю, что в самое ближайшее время вряд ли приходится ожидать какого-то отскока по ценам. Традиционно будет играть сезонный фактор. Традиционно, условно говоря, на Пасху растет стоимость яйца. Сети давно зарабатывают с оборотой. Поэтому очень важно, чтобы трафик сохранялся, чтобы потребители больше приходили. Поэтому если кто-то просто бездумно поднимает цены, и он, скорее всего, просто идет с рынка, он просто будет вынужден. Если вернуться к сладкому, то в течение двух-трех месяцев возможно повышение цен на сахар до 10%. Прогнозируют одни эксперты, связывая все с неурожаем тростника и мировым ростом цен на сахар. Они достигли максимума последние два десятилетия. Однако эксперты российской газеты уверяют, что опасаться в этой ситуации нечего. Отечественные производители фактически покрывают потребности страны. Насколько реально повышение цен на продукты в марте? Эксперты однозначно ничего не говорят. Сегодня первый Ярославский пошел практическим путем. Присоединился сразу в нескольких торговых сетях региона. Мы сравнивали все по одному и тому же списку. Вот что тут у нас в корзине? Ничего премиального нет. Картошка, хлеб, греча, рис, соль, сахар, масло. Так вот, цены уже незначительно, но выросли на 5-7 процентов. Возможно, из-за предстоящего 8 марта. Шоколад и конфеты в лидерах роста. Что понятно, ведь это один из самых популярных подарков. В сладком полно эндорфинов, гормонов счастья и радости. Но, судя по цене, гормонов огорчения. Чек, кстати, сохраним. Сравним через месяц. Продолжение следует...